Надежда Ивановна Кашина родилась в Орловской области 7 октября 1924 года. В многодетной семье было 14 детей. И вряд ли дни рождения многочисленных сестренок и братишек отмечались так трогательно, как ее сегодняшний юбилей, с цветами, тортом, подарками, а главное, со словами искренней признательности к человеку, прошедшему большой, трудный и очень достойный жизненный путь. 90 лет – это огромный прожитый путь. Было все – и трудности, и радости, но вы все по достоинству преодолели. Не прошло трех месяцев с начала Великой Отечественной войны, как семья Кашина попала в оккупацию. Орел горел, под дулом вражеских автоматов мирные жители рыли окопы. Немцы говорили, что они копают могилы для себя и солдат Красной Армии. 1 сентября 1941 года мы уже были в оккупации. То есть ваш город окружен был? Да, и деревня. Так быстро? Да, пригородно это были. Мы уже были оккупированы. Там все горело, все подожгли, как говорится, везде в дыму. И в вашей деревне немцы были? А как же, мы же были вообще с этим. Как только наши взяли Орел, молодежь из оккупации эшелонами перевезли на машиностроительные заводы страны. Фронту были нужны снаряды. Надежда Ивановна в числе сотни испуганных полуголодных девчонок попала в Муром на завод Орджоникидзе. Привезли прямо в завод. В завод привезли? То есть на заводе жили? На заводе кормили вас? При заводе мы там были пока. Некуда нас девать-то. Ну понятно. Вот. Значит, песок и в головах веники. Нас поселили на Кожевниково. Там месяц спали мы обутые, одеты. И вообще не знаю чем. А потом, значит, вот сейчас это клуб «Спартака» двухэтажный. Вот туда нас поселили. 70 человек. По сколько часов работали? По 12. Жизнь, полная самоотверженного труда, не знала роскоши. Всего боялись, за все переживали и мало что могли себе позволить. Так вспоминает о молодых годах своего поколения наша героиня. Застенчивые мы. Вообще ничего не видели мы хорошего. Сейчас молодежь все видит, а мы ничего не видели. После войны Надежда Ивановна осталась работать на том же заводе. Вышла замуж, родила дочку. За добросовестный труд неоднократно удостаивалась наград. В свой юбилей Надежда Ивановна желает всем окружающим ее людям, прежде всего, здоровья. Здоровье самое главное в жизни. Здоровье есть, значит, все есть. А здоровья нет и ничего не надо. Тихую, спокойную старость Надежды Ивановны Кашиной радует общение с двумя внуками и четырьмя правнуками. Елена Петрова, Николай Малоденов, Новости 24, Муру.